Сегодня мы приехали в Мариуполь к тем людям, которые пострадали от боевых действий. К раненым, к больным, к потерявшим жилье. Мы привезли им продукты питания, как обычно, лекарства, средства гигиев. Здравствуйте, меня зовут Ольга. Спасибо огромное людям, которые помогают, нас выручают. Мы оказались в ситуации, когда 20 марта нас военная выгнали из дома. Через два дня дом загорел, был разрушен. С тех пор мы поменяли уже третье жилье. Со мной мама, инвалид второй группы, которая перенесла несколько операций и практически не ходит. До 4 мая мы были под обстрелами, мы застали. Пытаемся выжить, найти новую дорогу в жизни. И вот такое внезапно случилось. А самое страшное, что жили, уже и окна побитые у нас были, балкон разбитый. А все надеялись, что все вот-вот закончится и мы останемся в своей квартире. И вот 20 марта вскочили через 10 минут, чтобы нас не было. Ну, с Азова, я там знаю, кто военный, с автоматами. И вот мы в чем были. Я в этом халате, в сапожках, шапка и дочка так же. Успели вхватить лекарства, кое-какие там документы некоторые. И вот так нас выговорили. Туда пойдем, там валится, стреляет. Другой перешли, дом там тоже. Попал, там загорелось, а потом взорвали. Ничего не осталось даже. За что не вспомнишь, ничего нету. Этими иконами моя мать и отец благословляли меня с мужем. Ну, когда мы поженились. Этими иконами, жилья, ничего нету. Кажется, проснусь, это сон страшный. Что происходит в Донецке сейчас? А это у них происходило все время. Нам просто об этом не сообщают. Мы думали, что тихо у нас, у нас тихо у них. А сейчас, зная, что такое бандюшка, и слушая, что происходит там, понимая, что это все это время происходило, конечно, жутко. Люди, которые живут, это не пережили. Они до сих пор считают, что там было все хорошо и тихо. И вот со щелчка все это началось. Просто информации не было. Сегодня мы приехали к Коваленко Сергею Ивановичу в полуразрушенный дом. В этом доме получил ранение. Это было еще весной. Но до сих пор идет излечение. Все идет достаточно долго, тяжело. И вот для того, чтобы процесс выздоровления шел быстрее, мы привезли ему продукты, питание. Чтобы немножко облегчить участь в городе, где нет света, воды и газа, мы привезли газовую горелку, потому что кушать приходится готовить на костре, как вот сейчас. Спасибо, что не забываете, потому что действительно, как вы сказали, ни света, ни газа, ни воды, ничего нет. Ну, вот благодаря тому, что вы привезли лекарства, я думаю, что они как раз дадут возможность еще протянуться, протянуться еще несколько месяцев для того, чтобы подлечиться. Потому что рана серьезная, большая. Ну что, процесс выздоровления идет, но очень медленно. Ходить трудно. Ну, потихонечку, с вашей Божьей помощью, выздоровлю. Ну, продукты как нельзя кстати. Благодаря тому, что у нас на сегодняшний день горелка появилась, то я считаю, что процесс приготовления и все прочие вещи, как бы, будет намного упрощен. Спасибо вам большое. И милости просим, всегда, как у нашей двери, всегда для вас открыты. И готов, всегда рад вас принять. Субтитры создавал DimaTorzok